А тебя зовут Абрам? А тебя? Тогда где твои дети? Почему у тебя детей нет до сих пор? А о чем ты жалеешь? Артист не умеет вообще держать крупный план сейчас. Боже упаси, не трогайте. Сценарий их нет. Нету героя времени. А чем похоже? Все в экране красивые. И абсолютно пустые. Картонные. Каждый на своем месте. Но ты умеешь все делать? У тебя есть время на себя, на любовь? Ну что там в отелях у меня было? Спи, спи. Я так, посмотреть. Ну скажи мне, почему ты жалеешь, что тебя Валерой не назвали? Нет, не Валерой. Валей. Меня Валей хотели назвать. А Валерой у тебя брат? Нет, брат у меня Гена. А тебя зовут Абрам? А тебя? Зинаида. Зинаида. Вот, Зин, смотри. Расскажи. Нет, просто вот папа почему-то хотел назвать Валей. Но у них у кинематографистов... Он думал, что будет девочка? Нет. У него просто Валентин какой-то был. Видимо, в честь Катаева. В честь Терешкова. Терешкова. Вот, ну слава богу, мать. Он был фанатом Катаева? Я не знаю, почему. А что ты не спросишь ты, господи? Не знаю. Давай я позвоню, спрашиваю. Он отрекается сейчас, говорит, нет, такого не было. Да, мне телефон сейчас позвонит. Сейчас позвоним, да. А вот мама вот... Представляешь, Валентин Аверин. Ужас. Почему? Ну, какой я Валя, ну ты чего? Ну, а какой ты Максим? Нет, я Максим. Максим все-таки? Потому что я все по максимуму, да. Серьезно? Конечно. А Валентин по минимуму, ты думаешь, делал? Ну, думаю, как-то лежа. Валентин как-то лежа, понимаешь? Ну, ты жалеешь, да, все-таки? Боже упаси. Боже упаси. А о чем ты жалеешь? О чем ты жалеешь вообще, в принципе? Ну, не спи, не засыпай. Не, я просто думаю. Ну, а интересно, интересно. А о чем может жалеть человек, у которого все хорошо? Ну, мало ли, что ты не пошел ни в ту дверь, ни в тот институт. Нет, вот это как раз... Не те учителя, не те спектакли, не те роли, откуда я знаю. Нет, все так, все так абсолютно. Неужели прям все так гладко-гладко? Нет, ну, по какому принципу? По-любому, по-любому. Не то съел, у тебя что-то заболело. Ну, откуда я? Ну, по-любому, о чем ты жалеешь? Нет, ну, по-дакому мне тоже все хорошо. Ну, слава богу. Эвакуация нормальная у тебя, как уборчинка? Как Люся говорил, нет, проходимость не нарушена. Нет, нет. Когда ее спрашивали, почему такая худая, почему у вас такая стройная фигура, она говорила, у меня нормальная эвакуация. Я слышал еще другую. Ну, она, наверное, не одно слово говорила. Ну, естественно, у Люся, понимаешь, вариантов много. Чувство юмора. Ну, так о чем ты жалеешь? Ну, хорошо, в творчестве о чем ты жалеешь? Чего не до, не до, не до? Наоборот. Или перья? Я думаю, что наоборот у меня все как-то правильно складывается. Понимаешь, потому что я вспоминаю себя там в 18 лет, в 20, когда я в театр поступил, то я, в общем-то, думаю, что у меня было несоответствие внутреннего с внешним. И сейчас, когда уже морда, понимаешь, уже зафактурена, уже там все, знаешь, когда они говорят, вы знаете, давайте мы сгримируем так, чтобы у вас здесь не было морщин. Я говорю, боже упаси, не трогайте. Я с ними, знаете, сколько я над ними работал. Жалею вот о чем. Что сейчас такое огромное количество невежества в профессии, что нету фильмов, сценариев нету, нету героя времени. Есть все, что угодно. Замечательная картина, и, боже упаси, все замечательно. Но сейчас про спорт все снимают. А я как-то, знаешь, уже из этой, ты не разу, там тренера могу играть, понимаешь, тренера еще. Понимаешь, у нас все как-то, это хорошо, что про спорт, замечательно. Но рядом с этим же мы теряем какое-то вот именно национальное кино, такое именно русское, то, что было всегда. Сейчас все в экране красивые и абсолютно пустые, картонные. Почему? Не выведен герой. Не выведен герой времени. Нет его. Ну, в смысле, все делается быстро и как-то левой ногой? Ну, мол, никто не заморачивается. Ну, что там, давай, давай, давай. Сейчас режиссер, ты приходишь, ты ему больше говоришь, чем он тебе. А это неправильно. Потому что режиссер – это старшинство мысли. Он должен быть интереснее меня. Потому что ему интереснее тебя невозможно быть. Нет, а он должен меня своим великим замыслом завражить, понимаешь. А я прихожу, я больше им говорю, чем они мне. Необученные все. Ну, а когда ты вот в кино снимался последний раз, что тебе понравилось? И было вообще ли такое? Нет, было, конечно. Но я думаю, что в первую очередь это Абдрашитов, который меня в принципе просто научил работать в кадре. Это Смирнов Андрей Сергеевич, с которым мне было безумно интересно работать, а с Прошкиным было интересно работать. Ну, в общем, наши… Наши, наши, да. Наши, наши великие. Притом они, вот эта поразительная вещь, крупный план, сейчас его очень все боятся. Артист не умеет вообще держать крупный план сейчас. Ну, а чего его снимать? Главное, чтобы красивые все были. А чего красивые? А пустые абсолютно. И все давай 25 кадров сделают, чтобы было… Главное, чтобы зритель не успевал. А мысль-то никакой. Ну, Зягинцев снимает, он себе позволяет там длинные панорамы, крупные планы, иногда слишком долгие длинные планы. Но он художник, он большой режиссер. И он себе это может позволить. Это его такое видение. Потому что я считаю, что «Левиафан» – это грандиозная работа. И, конечно же, грандиозная работа Леши Серебрякова. Вот я его обожаю. Артист замечательный. А ты хотел быть на его месте там? Нет, каждый на своем месте. Каждый на своем. А потом, понимаешь, я думаю, что Звягинцев бы меня не взял. Ему нужны другие артисты. Хотя я хотел бы с ним работать. А я для него человек из телевизора. Ну, да. Меня многие воспринимают как… Понимаешь, они же все думают как… Ну, вот, мать, он слишком себя разбазаривает. Много-много всего. Я прекрасно помню этот момент, когда действительно было очень много. Но ты об этом не жалеешь, что ты влез в телевизор, да? Нет. А что жалеть? Я делал свою работу. Я выполнял то, что мне было дано. Я хотел… Что значит дано? Ты же сам выбираешь то, что ты берешь. Да, мне было дано, и я это выбрал. Ну, поняла. Мне было интересно заниматься музыкальным телевидением. Мне это было интересно. Ну, а что интереснее? Одна артистка очень хорошая, замечательная, которую я очень люблю. Я вижу, что ты ее не любишь. Из Веники. Нет, я люблю искренне. Я мало кого ее не люблю. Таких людей почти нет. Правда? Но все-таки… Правда. Есть я… Ну, одна артистка очень-очень-очень прекрасная. Я ее люблю. На одном фестивале, она сказала, рядом с ней сидела другая потрясающая артистка. Которую я меньше люблю. Нет, люблю. И она говорит, я этого мальчика знаю. Говорит, не запоминай его. Раньше был хороший артист, а сейчас песни поют. Ребята, простите, мне кажется, артист должен уметь делать все. Конечно, естественно. И играть в психологическом фильме, и в детективе, и в комедии. Вы посмотрите Мэрил Стрип. Артист, который ничего не боится. Мамма ми, как она там… Она там так скачет, и там даже есть кадры, где она не выдерживает нагрузки. Но артист, который может себе позволить все. Артист должен это делать. Нельзя упираться, понимаете, вот я бы играл только… Гамлета. Гамлета. Ну, что это такое? Вот, пожалуйста, Джут Лоу. Он играет все. И Гамлет-то в театре играет. И папу. Ну, то есть ты всеядный в этом отношении? Да, потому что я должен уметь делать все. Уметь. Но ты умеешь все делать? Нет. Или ты что-то не умеешь? Я жалею безумно, что две вещи мимо меня прошли. Это музыка. Поэтому я хочу пойти сейчас учиться, играть. Мне надо это нужно. Ты же умеешь на этом. На нервах я только умею. Это второе. А на саксофоне ты же учился. На саксофоне я учился. Но я учился для фильма. И я хочу очень язык. Язык. Мне уже неловко. Понимаешь, я стою как… Ты имеешь в виду какой язык? Английский. Ой. Ты у меня ничего не знаешь? Ужас. Нет? Серьезно? Ужасно. Боже, Маркова. Я стою как… Ты же только едешь. Что-то на уровне ресторанов. Ты не знаешь? Нет, ну я… Hello. Нет. Это… Будем выкушать. Я в ресторане очень хорошо это могу сказать. Excuse me. Can I ask you? Ashtray, please. Понимаешь? Они меня понимают. Какой-то базис есть. Ну, есть главный. В крайнем случае, всегда, понимаешь, язык жестов он спасает. А так, ну да. А так вот музыка. Вот музыка – это то, чего я хочу очень. И очень хочу. Вот понимаешь, я тебе говорю, что замысла, они иногда приходят из какого-то космоса. Вот понимаешь. Вот поступило предложение. Но я сейчас не буду говорить, чтобы не сглаживать. Ну, естественно. Нет, в принципе. Но понимаешь, и вот в этом продолжится Люся, то, что я тебе рассказал, да, продолжится. Ну, то есть новый спектакль какой-то. Да, новый спектакль, понимаешь. Значит, это будет. И то, что моя мечта, чтобы оркестр, чтобы в театре не просто, понимаешь, играть какую-то психологическую роль, а именно, а именно такой вот музыкальный, такой ближе даже к мюзиклу. Но не мюзикл, потому что это не совсем наша история мюзикла. Ну, почему у нас не получается такого уровня все-таки, как Бродвей? Ну, совершенно не получается. Зачем нам такого уровня, как Бродвей? Ну, я не знаю. Ну, потому что это такое расхожество. Вот понимаешь, это все равно что, зачем нам снимать такие фильмы, как «Аватар»? Это их. Бродвей – это их. И не надо к этому. А это наши. Потому что это кино как раз сделано в традициях такого вот русского кинематографа. Понимаешь? Как вот, например, есть замечательное кино, которое является основоположником итальянского неореализма, да? Вот «Похитители велосипедов». Ой, какая прежде, да. Спойм, как там ребенок играет. Или там «Анманьяни». И это… Ну да, этого не достичь. Зачем? Ну… Надо делать свое. Потому что у нас есть Тарковский, у нас есть Андрей Сергеевич Смирнов, у нас есть базис отличный, Данелия. Данелия, ну, посмотри, эта картина, это же просто… невозможно оторваться. Это вот, знаешь, хотелось бы взять с собой на необитаемой остров. Но тебя не раздеревает между театром и кино? Нет, это разные профессии. Абсолютно разные. Кино, это, как Раневская говорила, знаете, это когда вы моетесь в бане, а туда пришла экскурсия. Это действительно, это кино такое дело, интимное искусство. Кино? Да. Интимное. Ну, а как может быть интимное искусство, когда вокруг операторы, свет, люди, гримеры… А это уже профессия. Ну, как надо. А это уже профессия. Как-то это совсем невозможно. Ну, я не знаю, я получаю огромное удовольствие от съемочного процесса. Многие артисты не любят, говорят, ой, это долго. Я обожаю вот это состояние, когда они выставляют кадр крупно, там это, запах этих материалов, которые… Ну, сейчас уже нет такого. Я-то помню в детстве запахи мусфильма. А чем похоже? Да. А вот эти фильтры, они сейчас тонкие, из другого материала делаются. А раньше они были толстые. Прижигались? Да. И был запах. Весь мусфильм вот пах этим. И это… Я очень хорошо это помню. Вообще, для меня мусфильм – это такая колыбель моя. В прямом смысле. В прямом смысле. Потому что мама с папой познакомились на мусфильме, папа утверждает, что там произошло все. Поэтому, когда я еду по Бережковской набережной к мусфильму, открывается эта панорама потрясающе. Мне кажется, это самое красивое место Москвы – Воробьево горы. Да. И когда я подъезжаю к мусфильму, со мной происходит что-то, понимаешь, у меня какой-то… Где именно? Где именно там? Где это было? Там вообще было… Нас привозили, вот так бросали, и мы, мусфильмовские дети, прыгали там. Я помню, декорации Мэри Поппинс «До свидания» стояли. Там же как интерьеры снимались в павильоне, а экстерьер, вот эта улица целая была выстроена. И мы там ползали. Я помню фильм, как снимался «Чучело». «Чучело» там тоже снималось. Ну, мы с фильмом. А ты не снимался там «Чучело»? В первую очередь, нет, я еще маленький был. Маленький. А Мэри Поппинс я очень хорошо помню. Очень хорошо. Сейчас вот меня попросили написать рассказ для журнала. «Чучело». И там тема. Тема отелей. Ну, начинаешь думать, ну, что там в отелях у меня было? Что там, как… «Невесту на ночь». Понимаешь? «Невесту на ночь». Ты приходишь после съемок «Невесту на ночь». И вдруг я вспоминаю историю, которая с продолжением в 40 лет произошла. Мы приехали с мамой на съемки к отцу. Город Махачкала. И гостиница. Ну, тогда она мне казалась какой-то, знаешь, огромной. Ну, такая сталинская, да, наверное? Нет. Современное здание. Ну, она мне казалась очень какой-то прям… И мои первые съемки в кино. Я очень хорошо это помню. Значит, деньги, гонорары я получил. И купил краски. И раскрасил весь бордюр гостиницы. Просто или что? Раскрасил какую-то… Нет. Красивые. Какие-то свои фантазии. Мне казалось, что я художник. Я бы тоже так решила. А к этому моменту уже… Если сначала приезжает съемочная группа, то все сначала говорят, кино приехало, кино, киноработники. А потом через месяц они начинают людей этих ненавидеть. Потому что это просто как, знаешь, «Мамай» прошел. Где побывала киностудия, там «Мамай» прошел. Потому что уже, знаешь, они же все это… Рухлить какой-то… Какой-то базар… Все они тащат же. Реквизиторы. Они же все сразу, понимаешь, тащат в номера. Они как стюмеры стирают все, вывешивают там, гадят все это. Для нормального человека, который попадает в такие обстоятельства. Он думает, господи, это не люди. Не, ну, первое время же интересно. А потом уже начинает раздражать. И вдруг этот ребенок, которому 5 лет, он разрисовал весь бордюр. Вызвали милицию, там все. Ах, меня заставили драить. Ну, как так вообще? Ну, что это такое? Через 40 лет я нахожусь… Ну, почти 40 лет. Нахожусь на гастролях в Махачкале. Сейчас я тебе объясню, почему как бы я рассказ написал. Я говорю, вы знаете, я здесь не был, вот там 35 лет. Вот, знаете, там площадь была. Вот там гостиница такая белая. А рядом там синего здания, синего цвета. Они говорят, да. То есть для меня настолько это было ярким впечатлением, что я в кино. Что я запомнил все это. И меня привезли к этой гостинице. Она стояла такая уже, знаешь, такая… Со слезой? Нет. А краски не даете? Бордюр, да. И бордюр остался? Нет, нет, конечно. И знаешь, как я закончил рассказ? Как бы этой гостинице сейчас мои рисунки бы пригодились. Потому, что она стояла уже такая обетшавшая такая вся. Вот так рассказ. Вот как какие-нибудь такие, понимаешь, про отель. Ну, что про отель расскажешь? Потому, что их много в жизни моей уже. Огромное количество поездов, самолетов. Вообще это… Моя самая… Я храню эту записку, когда мы летели праздновать мои… У меня есть традиция. Каждый день рождения обязательно спектакль играю. И в разных городах. И вот как раз… В этом году в каком ты бываешь? В Берлине. Да. Это фантастический. Да. Я-я. Вот. И мы летели с Нюркой… Санной Якуниной. Да. Летели ночью в самолете. И я уснул. И у меня… Я эту записку храню. Экипаж и командир корабля… Поздравляет вас, Максим Викторович, с сорокалетиями желаемого этого. Не стали вас будить. Да. Вот так. Вот. Я этих людей обожаю. Проводницы. Это особые люди. Особые люди. Как… Особенно, когда ты идешь там после спектакля в поезд. Ты там цветы им подаришь. Они сразу так… Они же давно в дороге. Ага. И вот они ко мне приходят. Они, значит… Ты сегодня спи. А завтра утром мы с тобой будем фотографироваться. Я говорю, что сейчас? Да не-не-не, сейчас я не накрашена. Понимаешь? А утром она вдруг раз… Открывает. Она уже при полном параде. Однажды тоже был где-то долгий переезд. Где-то там… Владивосток. И вдруг я просыпаюсь от того, что я вижу взгляд. Какой-то ужасный. Знаешь, такой дверной проем вот так вот. И кто-то на меня смотрит. А я голый. А ты не закрываешься? Я забыл, что ли. Я так простыно. Он говорит, спи, спи. Я так, посмотреть. Это удивительные люди. Это удивительные люди. Притом, ты понимаешь… Но тебя это не раздражает. Я не иронизирую сейчас. Я ему говорю, что это удивительные люди. Всегда у нас серьезно. Потому что они и есть, понимаешь, мой зритель. Ну, а если так навязчивые как-то и звонят ночью, чтобы ты вышел выпить с ними там и так далее. Ну, понимаешь, они же девчонки. Они глупенькие. Они… Понимаешь… Ну, у них кураж пошел, что вот они могут… А вот я сейчас позвоню. А верен. Да. Да. Вот я могу. Ну, я как бы… Я же… Они… Они у меня послушные. Послушные. Хорошие. Очень… Многие стали развиваться. Стали читать книжки. Угу. Стихи, наверное. Стали… Конечно. Очень многие вообще для себя открыли театры. Они сначала увидели, там, у глухарь идет. Потом, где эту артисту можно увидеть? А меня можно увидеть только в театре. Потому что это лучшее место земли для меня. в театр. И они приходят. Они начинают ходить. Они не только ходят на Аверина. Они начинают ходить другие с вами спектакли. Ну да, рядом. Они уже начинают… Кто-то там… Понимаешь? И это очень хорошо, что они что-то для себя новое открыли. А расскажи мне просто между вот твоими съемками, спектаклями, там, я не знаю, у тебя есть время на себя? На любовь какую-то? Ты когда в последний раз влюблялся? Не хихикай, отвечай правильно. Нет. Во-первых, я всегда влюбленный. Я всегда… У меня всегда должна быть влюбленность. Иначе… Глаз не будет гореть. Глаз должен быть обязательно. У артиста должен быть глаз живой. Потому что я там, ну, едешь вечером уже, думаешь, господи, сил нету, спектакли тяжелые. А сейчас марафон был, понимаешь? Каждый день спектакли, каждый день, премьера. Отелло там. Едешь и думаешь, господи, глаз тухнет, глаз нету. Это все. Потом раз так, ничего, нормально, так, ну как-то там… А чего, чего, ну и как? Ну, это интрижка должна быть. Обязательно должна быть интрижка. Ну, которая не приводит никаким отношениям. Ну, кто тебе сказал? Конечно, приводит. Ты мне говоришь. Приводит. Хорошим, здоровым сексом. Я понимаю. Тогда где твои дети? Почему у тебя детей нет до сих пор? Что ты меня смотришь? Давай, отвечай. Это же всем интересно. Они есть. Ах, то есть они есть все-таки. Они есть. Они… Их много. Потому что, знаешь, такими генами нельзя швыряться. Слушай, у меня еще все впереди. Я знаю, но недолго, но все-таки ты хоть как-то… Я думаю, я вот хочу как Бильвандо. Знаешь, когда уже… Ты не видел его награждение, когда его тут дали какого-то… Нет, а что там? Он прекрасный. Он вышел такой уже, знаешь… Совсем уже весь как шарпи такой, да. Весь в жопках, да, вот в этих, знаешь, морщинах. Оторваться невозможно. Вот я о таком лице мечтаю. Чтобы, знаешь, вот тут жопки-жопки-жопки-жопки-жопки старые. Играть дедушек. Вот такие роли. Сейчас на меня репертуар идет. Я могу сейчас все играть. Ну, что ты можешь сейчас все играть? Все. Все. У меня открываются новые клапаны, в которых я… Я там открываю себя нового. Себя нового. Я не знал, что я… Знаешь, мой художественный руководитель однажды мне сказал… Мне казалось, ну вот твой потолок. Ну вот. Вот. А ты артист, который мне все время разворачивает… В мое внимание снова оборачиваешь. Так вот, знаешь. Вот так надо работать. Надо все время немножко так… Объективно. Не отворачивайтесь. Куда? Вот так надо сочетать. А когда артисты начнут просто… Ну, умею я это делать. Да. Интересно мне это? Нет. Нет. А почему ты стал стихи читать со стихи? Я с детства всегда это делал. Я занимался в доме кино. Мне никогда не было, знаешь, неловко выходить в школе, выходить читать стихи. Я это очень любил и делал это хорошо. И меня на всякие конкурсы отправляли… То есть это привычка такая с детства? Да. Я вырос в книгах. Понимаешь? У меня отец много читает. Читает огромная библиотека. У него своя библиотека. У меня своя огромная библиотека. А какие поэты? Я не про Рождественского. Вообще, в принципе, вот какие поэты тебе? Ты понимаешь, отец обожал Евтушенко. Был с ним… Ну, я не знаю там насчет дружбы. Это не мне судить. Но он очень много с ним работал. Много. И все фильмы «Евтушенко»… Отец работал как восстановщик. Похороны Сталина, детский сад. Папа снимался там. И он работал там? Серьезно? А где, чего? Там есть… Для отца написан эпизод прямо целый. А он есть, сохранился? Да. Интересно. Он на крыше поезда. Ей там идет эшелон в детском саде. И он охмуряет какую-то девушку там. Говорит, и Лиза ей через блин дашь. И вдруг тут… И тут целая сцена. И в конце там бомбежка, и девушка погибает, и отец плачет над ней. Целые огромные… А отца очень любили снимать. У него лицо такое, конечно, очень интересное. Он много снимался. У Юрского снимался. У Панфилова снимался. Он много лет работал с Панфиловым. А вот Евтушенко для него это было вообще просто… Он мне даже, кажется, чем-то ему хотел, знаешь, подражать. Вот как-то вот мне так кажется. Потому что они проводили огромное количество времени вместе. Это же знаменитая фраза, понимаешь, это про отца. Да. Они ехали со съемки. И это сейчас там, знаешь, гримвагены, еда из ресторана для артистов. А тогда как? Когда так, да. И водку. Вот. И все хотели бы быстрее как бы из автобуса выбраться. А отец был первый. И Евтушенко сказал, не уверен – не обгоняй. Понимаешь? Какая прелесть. Да. И вот… И вот он… Как-то вот Евтушенко вот в нашей жизни был всегда. Ну, вот я приходил на пробы в похороны Сталина. Я был, понимаешь… Сейчас бы я думал, господи, я бы это сыграл бы. Но тогда я ничего в этом не понимал. Я был какой-то другой. Он сказал, видите, он хороший мальчик. Он умеет краснеть. Ему не надо это сниматься в этом фильме. А там должен был, понимаешь, совершенно другой ребенок. Ну, почему ты Евтушенко? Ой. С удовольствием. Я разный. Я натруженный и праздный. Я целе и нецелесообразный. Я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый. Я так люблю, чтоб все перемежалось. Столько разного во мне перемешалось. От запада и до востока. От зависти и до восторга. Я знаю. Вы мне скажете, в чем цельность? В этом всем огромная есть ценность. Я вам необходим. Я доверху завален, как сено молодым. Машина грузовая. Лечу сквозь голоса, сквозь ветки. Свет и щебет, и бабочки в глазах. И сено прет сквозь щели. Да здравствует движение. И жаркость, и жадность. Торжествующая жадность. Границы мне мешают. Мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься сколько надо Лондоном. Со всеми говорить. Пускай на ломаном мальчишке на автобусе повишем. Хочу проехать утренним Парижем. Хочу искусства разного, как и я. Пусть мне искусство не дает житя. Я поступаю, пусть со всех сторон. Да я и так искусством осажден. Я в самом разном. Сам собой увиден. Они мне близки. И Есенин, и Уитман, и Мусорский. Похваченная сцена. И девственные линии Гогена. Мне нравится. И на коньках кататься. И чарко-пером. Не спать ночей. Мне нравится врагу в глаза смеяться. И женщину нести через ручей. Вгрызаясь в книги. И дрова таскаю. Грущу. Чего-то смотного ищу. И алыми морозными кусками арбуза августовского хрущу. Пою и пью. Не дуя о смерти. Раскинув руки. Падаю в траву. Если я умру на белом свете, то я умру от счастья живому. Я тебя люблю больше, Евтушенко. Спасибо тебе большое. Спасибо вам большое.